всем привет если вы меня сейчас слышите это значит только одно что вы со мной на правильном канале на канале дима для вас подготовили очень много интересных и полезных информации большинство женщин которые были воспитаны еще в советские времена привыкли что нужно помогать буквально всем и каждому они с головой окунаются в чужие проблемы и быт только бы немного подсобить родным и близким эти неутомимые пчелки готовит мужу первое второе третье и десерт убирает квартиры детям пока те на работе отдают им часть своих доходов вводят внуков в кружки и секции и тому подобное но нужны ли такие жертвы ведь в лучшем случае за старание им бросает скупое спасибо а в худшем еще найдут к чему придраться дескать квартира была недостаточно вылизана в борщ пересолен а денег вообще кот на плако странно что вместо того чтобы постоять за себя и сказать обидчиком в следующий раз обходитесь без меня эти женщины еще глубже бросается в омут быта а при этом они чувствуют себя чрезвычайно виноваты мол не угодили дрожащим плохо старались и такое другое сниженная самооценка психологи утверждают что подобное поведение является прямым следствием детских мытарств скорее всего таким женщинам было не сладко в маленьком возрасте родители редко хвалили а любовь приходилось зарабатывать хорошими поступками с возрастом это стало привычкой окружающие начали пользоваться все прощающий безотказности что же делать уставшей женщине которая не хочет терпеть невежество со стороны родных первым делом следует осознать простую вещь личное представление о себе не должно зависеть от чужого мнения муж может быть просто не в настроении шеф страдать от мигрени а дочь быть расстроены а также важны сосредоточиться на своих потребностях люди которые сутки напролет думают о благе других напрочь забывает о собственных интересах это крайне неправильно ведь если человек ставит на себе крест то он дает веский повод остальным разувериться в его ценности важно перестать откладывать свои мечты на потом если когда-то было желание пойти на курсы иностранного языка смелее займитесь самообразованием если всю жизнь собирала деньги на путешествие реализуй мечту прямо сейчас помни ты имеешь право на собственные желания и цели мы желаем всем женщинам реализовать все свое задуманы ну что же я могу сказать давайте мы не будем забывать что женщина во первых женщина она может быть мать она может быть жена она может может быть бабушка но во первых она женщина и ей иногда нужно чувствовать ту женственность на которую она заслуживает да многие женщины с детства балуют своих детей делая их так называемыми моральными инвалидами то есть делая за них всю свою работу в быту но потом эти дети вырастают и у них ничего в жизни не получается нужно делать все с умом и расставлять все как говорится точки над и и когда уже дети выросли можно взять накопленные деньги либо дети могут поспенсировать и поехать куда-то отдохнуть или когда допустим не поздно сдать на права купить автомобиль и поехать куда-то путешествовать с мужем или без него ну вот такое вот у меня мнение ну что же на этом не все более детальной информации есть на нашем сайте так что подписывайтесь раскидывайте это видео вашим друзьям и близким и конечно же конечно же ставьте лайки услышимся всего вам самого наилучшего